Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Будни Риелтора. Сегодня мы с вами отправляемся на сделку. Оставайтесь со мной, будет интересно. Всем добрый день. У нас вот такое сегодня голубейшее небо после обеда. Светит солнышко. И я вас приветствую. Сегодня мы с вами едем на улицу Дубенко, метро. Искровский, 26. В предыдущих роликах я вам рассказывала про свою квартиру, которая стоит в аренде сейчас. И мы с вами вместе ездили на просмотр, на показ квартиры. Пыталась вчера вечером поснимать, но был просто жуткий ветер. И картинка вечером, конечно, уже не такая красивая. Поэтому расскажу вам все заново. Я рассказывала про то, что Валберис меня подвел в тот день. То, что было много накладок. Но при этом было несколько просмотров по квартирам в аренду. Итак, квартиру, которую у меня смотрели однокомнатную на Искровском. Посмотрела молодая девушка. Она не оставила аванса, но вечером перезвонила и согласилась. Все мы обсудили, с хозяйкой обсудили. Ей очень хотелось, чтобы она была вместе с мужем. Соответственно, чтобы квартиранка была тоже вдвоем с молодым человеком. Поэтому встречу перенесли на сегодня, на пятницу. Поэтому я перенесла все свои встречи, все договоренности другие. Чтобы всем было удобно, мы встречаемся в пять вечера. Вышла я за час. Время 4 часа. Мы с вами сейчас быстренько доедем до метро. И пешком прогуляемся до квартиры. Ну, а что касается Афонской. По Афонской тоже видеообзор у меня есть на канале. Мы договорились с моим клиентом, собственником, что он будет показывать сам. В принципе, это его условия. Он не против, он заодно сразу видит людей. Ему не сложно, он живет там недалеко. Поэтому спокойно показывает квартиры. Так, у меня входящий. Хочу сказать, что когда в рекламе стоит много квартир на разных сайтах, просто меня очень жутко достают спамом. Очень много звонков. Вообще, уже теперь даже люди ленятся звонить сами. И все эти компьютерные непонятные разводы. Как вот люди пытаются сами этим заниматься, при этом работая на другой работе, я не знаю. Мне кажется, это просто нервов не накопишься. Я уже к этому привыкшая, поэтому реагирую спокойно и блокирую сразу все эти номера. Но при этом звонков очень-очень много. Итак, по поводу Афонской хочу вам рассказать, что было у меня тоже несколько просмотров. У меня было четверо желающих. Но, к сожалению, до квартиры пришло всего двое. Так как у нас все-таки были и есть еще ограничения по нанимателям, мы сдаем для одного-двух человек без животных, без детей в семье, в семейной паре. Одни смотрели, значит, родители для детей, девушка для родителей хотела, но не смогла подъехать. Звонила одна девушка вообще, потом трубку бросила, даже не брала трубку, хотела прийти. Ну и непосредственно прямые сами пара, которые подъехали, подъезжали и смотрели. Они сразу изъявили свое желание снять эту квартиру на Афонской. И вообще все согласились. Я говорила о том, что цена на эту квартиру стала у нас на 5 тысяч дешевле, несмотря на мои условия. При этом желающие и после просмотра в квартиры, ну, все просто хотят ее снимать. Ну, поэтому у хозяина был выбор и у нас планируется завтра тоже подписание этой квартиры. Сделка в первой половине дня. К сожалению, тоже без аванса, но вроде как пожали по рукам, договорились и все должно быть хорошо. Все, теперь мы с вами едем навстречу. Вроде бы я вам все рассказала. Хочу сегодня еще подъехать на Кудрово-Пражскую, 15. У меня начались звонки. Хочу сделать рекламу на окне. Я распечатала цифры. Место очень там подходящее. Я думаю, что это тоже не помешает. Итак, приехала я достаточно быстро. Где-то 15 минут. У меня до встречи еще целых полчаса. Посмотрите, пожалуйста, какие сейчас в пятницу вечером здесь пробки. Отсюда идут автобусы за город, пригороды. Даже не пробки, пробки из людей. Это огромная-огромная очередь. 572. Да, слушайте, такая вот очередина. Сейчас попробуем как-нибудь пройти здесь. Видите, какая очередь большая. Ужас. Да, на морозе, конечно, стоять так я не позавидую людям. Но сейчас час пик. Обратно я буду стоять в такой же очереди на заезд в Кудрово. Ну, по крайней мере, там вышли какие-то автобусы. Вот смотрите, елочка у нас до сих пор здесь стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. На моих глазах, как машину тут развернуло. Ужас. И тут что-то роют, роют. Какой-то невменяемый лихач. Слушайте, кошмар. Какие-то опять тут ремонтные работы. Ну, а нам с вами нужно перейти на ту сторону и по прямой по улице вдоль улицы Дыбенко пройти. Так что увидимся на квартире. Я приеду гораздо раньше. И мне есть чем заняться. Буду ждать клиентов, дописывать опись. Ну, в общем. Итак, каких-то 5-7 минут. Вот дом Дыбенко 23, корпус 1. И вот рынок правобережный. И, собственно говоря, Искровский 26, куда мы с вами направляемся. Поэтому метро просто ближе некуда. Напротив у вас рынок. И вдоль дома различные есть магазины. Как я уже показывала, здесь поликлиника во дворе. Взрослая. Ну и в общем-то район очень с развитой инфраструктурой. Все, я подошла к дому. Сейчас время еще сколько у нас, без 15-ти? 6. Поэтому поснимать, наверное, вряд ли получится на самой сделке. Потому что я буду в работе. Люди не любят, когда их снимают. А после встречи я обязательно вам расскажу. чем кончился наш сегодняшний договор. Оставайтесь, продолжим. Итак, еще раз теперь добрый вечер. Ну, слушайте, меня просто балуют и подкармливают мои клиенты. Они же подписчики моего канала. спасибо вам большое за доверие, прежде всего. Очень приятно, что люди стали обращаться и доверять что аренду, что продажу своих недвижимости. Говорят приятные вещи, дарят какие-то подарки. ну, в общем, что могу сказать. Все прошло гладко. Все объяснили, все рассказали. В общем-то, все были на позитиве сегодня. Договора заранее у меня люди почитали. То есть, я прислала договор свой и собственнику почитать и, конечно же, нанимателям. Вопросов по этому особо не было, да, по договору. Конечно, мы обсудили то, что необходимо квартиру после выселения привести в должный вид. Самое главное, что моя хозяйка хотела сдать на длительный срок. Ну, и ребятам точно так же нужно было чем дольше, тем лучше. поэтому я всегда оставляю свой контакт, говорю о том, что я на протяжении всего действия договора и дальше дольше, даже уже может пройти 2-3 года люди снимают, соответственно, я на связи, потом, когда собственник принимает квартиру, иногда обращается ко мне помочь, как правильно принять после аренды квартиру, либо какие-то возникают у них вопросы, но всегда я на связи и любые эти моменты я, конечно, решаю. сейчас в принципе у меня время позволяет, я сейчас хочу заехать на Пражскую и развесить объявление, повесить свой телефон, с собой у меня все есть для этого, поэтому сейчас с вами съездим на Пражскую и сделаем, как говорится, реклама никогда не мешает. я все-таки хочу это показать ребятки это вот какой-то трешняк просто треш это длинная очередь оттуда начинается на европейский от Карана то есть тут идет на Пражскую это час пик причем вот такое ощущение, что очень-очень редко ходит но стою я минут уже 7 наверное ну вот я только добралась до дома вы не представляете там просто огроменная пробка на Пражской вся Пражская стоит и в виде строителей все стоит вот она пробка идет по той стороне в общем я полчаса если не дольше простояла на остановке соответственно где-то минут 30 еще я ехала я решила что сегодня я не пойду уже делать эту рекламу на Пражскую потому что я замерзла у меня тяжелые подарки в общем пойду-ка я домой и завтра спокойно я это сделаю или в любое другое время при свете как говорится дня все вот с таким вот успехом в кавычках я добралась до дома но я довольна в любом случае сейчас у меня будет подготовка к завтрашней сделке и я думаю что это видео я сегодня выложу соответственно либо завтра ну а завтра мы с вами направляемся на удельную я еще думаю как мне туда добираться если честно очень очень далеко ехать долго от метро удельная там тоже идет только транспортом пешком не дойти поэтому вот думаю не проще ли мне поехать завтра на такси потому что очень далеко в общем подумаем решим выходить надо мне часа за два минимум минимум выходной день утро все всем хорошего дня благодаря вот таким вашим отзывам вашим откликам когда ко мне обращаются люди с такими улыбками мы как говорится жмем друг другу руки получаю от вас презенты я понимаю что я на своем месте и это моя любимая работа которая ну доставляет мне удовольствие а что такое любимая работа это хобби которое приносит деньги в общем-то я считаю так так что всем хорошего дня хорошего вечера хороших выходных подписывайтесь это помогает продвижению моего канала спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok